Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Билеты на поезд станут дешевле, правда вернуть их не получится. Законопроект, одобренный в первом чтении депутатами, предусматривает введение на железнодорожном транспорте невозвратных билетов. Предполагается, что невозвратные тарифы будут действовать наряду с возвратными, но будут гораздо дешевле, поскольку пассажир, купивший билет, уже не сможет его сдать в случае отмены или переноса поездки. Впрочем, возможность вернуть деньги за билет все же предусмотрена, однако эти оговорки касаются лишь непредвиденных чрезвычайных ситуаций, в частности болезни или несчастного случая. После апрельского повышения базового тарифа по ОСАГО стоимость полиса в среднем не превысит 10 тысяч рублей. Эту цифру рассчитали по гипотетическому владельцу недорогой иномарки. Если принять возраст старше 22 лет, мощность машины 120 лошадиных сил и опыт вождения более трех лет, то стоимость полиса в Москве для водителя составит от 8200 рублей до 9800 рублей. Разумеется, цифры будут зависеть от коэффициентов без аварийности и от региона регистрации автомобиля. Я бы еще добавил профессионализм и наглость страховых компаний, а то некоторые иногда забывают отправлять данные о клиентах в общую базу данных. Российские туристы смогут оформить итальянскую визу в онлайн-режиме на сайте Твоя Италия. Специальный сервис позволит заполнить анкету на оформление итальянской визы, а также оплатить консульский сбор. Так итальянцы хотят привлечь больше российских туристов. Новая услуга экономит много времени. Отметим, что в этом году для российских туристов упростили визовый режим во многих странах. Туристы смогут посетить без визы Индонезию и Тунис, где срок нахождения туристов из России без визы увеличен до трех месяцев. Российский фондовый рынок открылся ростом котировок. Индекс ММВБ поднялся до 1623 пунктов. Среди лидеров роста – НЛРоссия, Аэрофлот, Солерс, Фармстандарт и Башнефть. Лидеры падения – акции Мичелла, Эон Россия, Северсталь и Полиметалл. Повышение на российском рынке происходит благодаря отскоку нефтяных котировок на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Фьючерс S&P опустился. Торги в среду в Европе и США завершились снижением. На азиатских рынках сегодня преобладают продажи. Курс доллара на 26 марта – 57 рублей 38 копеек. Курс евро – 62 рубля 76 копеек. Золото стоит 2200 рублей за грамм. Серебро стоит 31 рубль 31 копейку за грамм. Цена нефти марки Brent – 58 долларов 93 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин